Первые метры. Давно не ездил, больше двух месяцев. Все равно и говорил, сцепление пропало. Но вчера посмотрел, вроде есть. Вообще непонятно, что произошло. Долго ехал по трассе, когда Чернобыль ездил. Кстати, кто не смотрел, посмотрите наши ролики с Чернобыля. Есть определенный интерес, конечно. Их много в ютубе, но все равно все по-разному. На этой машине мы были в Чернобыле, в Припяти. Прямо возле саркофага. Тормоза есть, самое главное. Вот наша танковая. Видите, сегодня, к сожалению, выходной после КРАЗа. Не готов он пока к оффроуду, но УАЗ тоже не готов. Ну, я думаю, вы поставите лайки, подпишитесь, увеличите количество просмотров. Смотрите видео с КРАЗом, кстати, там очень шикарно. И с Танкова есть, и с Нескучного, куда мы сейчас едем. Сейчас будем пробовать по его траектории проехать. Ох, тормозаки хорошие бы прокачали. Бомба, короче. Поддержите канал. Надо отбить эвакуацию. В общем, летим. Дождь был вчера чуть-чуть. Днем еще обещали, но, может, и не будет, судя по всему. В общем, надеемся на вашу поддержку. Витя, наверное, меня удалил уже из друзей. В Фейсбуке, в Инстаграме, везде, в Ютубе. Поворот не туда посоветовал я. Ну, я вам скажу, дальше были места сложнее. Мы просто сидели намного дальше бы, и все. В этом и была небольшая разница. Все-таки блокировки должны быть. Ну, в смысле, обязательно нужны, правильно сказать. В такой ситуации, как мы были. Ну, на бездорожье, по-моему. Ну, и, соответственно, момент, что мы застрянем, это было только дальше на километр или ближе на километр. Ну, лучше ближе, в принципе. Ну, что, едем. Я чуть-чуть опаздываю, так что сразу еду в лагерь. Сейчас вам всех покажу. Наконец-то наступает уже как-то так нехотя лето. Еле-еле. Ночью все равно. Двенадцать, одиннадцать. Очень холодная весна в этом году. Непонятно, что происходит. Но все равно уже красиво. Да, вот тут неровно неделю назад по этому же маршруту мы ехали с Витей на Кразе. Незабываемый день был. И ночь тоже. Полночи, правильно сказать. И еду опять, вспомнил, как ехал в Чернобыль. Какое большое все-таки расстояние преодолел. Где-то 350, может, даже больше за день километров. И теперь тут по месту проехать раньше не скучно. Оказалось очень дискомфортно и далеко. Но сейчас даже об этом не думаешь. Просто едешь и все. Совсем недалеко. Тридцать где-то восемь километров. Приблизительно. Наш любимый мост, на котором почти никогда не бывает пробок. Вот он, Киев. Кто никогда не видел эту красоту, я думаю, вам понравится сегодня. Особенно красиво. Сейчас отсюда километров. Чуть больше 30, и мы на месте. Повесили везде знаки 50. Достаточно много тут бывает жестких аварий. Это, кстати, после одной из таких практически вся семья погибла. Там кто-то из детей только живо остался. Какое-то тело. То ли обдолбанное, то ли синее. Мы летела на встречку, на кубике. Убила семью. Но тут, наверное, только я правила соблюдаю. Я смотрю. Полная профанация. Не, он какой-то... Какая-то белая иномарка за мной долго едет уже. С такой же скоростью. Может, видео снимает. А может, просто правила соблюдает. А вы пока не забывайте подписываться на канал. Ставить лайки, колокольчик включить. Напишите вообще, как вам наша фроуд, как канал. Что улучшить, что ухудшить. Что не нравится. Белая иномарка по-прежнему меня преследует. Похоже, Лексус. Я снизил скорость. Она не обгоняет. Держит такую же дистанцию. Опять мы во фроудном раю. Не только во фроудном. Тут просто люди отдыхают. Места на самом деле сказочные. Я уже 300 раз говорил об этом. Очень классно. Друзья, наши едут навстречу мне. А мы проедем отсюда к ним навстречу. Ну и есть лужи. Смотрите, классно. Дождь был. Я думаю, вот так мы по этому маршруту. Я думаю, будет интересно. По этому маршруту мы неделю назад на Кразе ехали. Четко это. Эти же места. Сейчас увидим новый аппарат. Получился. Машина получилась. Ребята, достаточно долго его делали. По их меркам очень долго даже. Получилась. Она хорошо, я думаю. Ну все, летим. Сейчас включим хаб. И вот тут мы Запорожец оставляли. Отсюда его угнали. Но мы его нашли. Строго по следам Краза идем. Тут не сложно. Ну вот первое место. Ну это для стандарта сложно. В принципе. Тут уже хорошо копнули. Грен. Грутящий на одни колеса будет переходить. Кто не на подготовленных машинах там. Даже в том месте будет сложно. Это колея глубокая. Я пока накачан под асфальт. Немножко прыгает машина. Сейчас. Леха, ну бабай. Опа, нарывали что-то. Проваливаешься. Будь здоров. Вот они следы нашего оффроуда. Ну подсохло. Ну я вам скажу, не сильно. Не сильно. Хорошо тут все. Все тут четко. Все вроде у меня работает нормально. Температура норма. Давление. Телефон есть. К сожалению, свой не нашел. Любимый. Ну радостная новость. Я вчера уже показывал это видео. И говорил в чате. Писал. Что контент, который был неиздан, нашел я. Все-таки я его скопировал. И забыл. Ну нашел вчера его. Посмотрите там. Конечно. Бомжи украли запорожец. Видео называется. Такое немножко условное название. Для ютуба пойдет. Ёханы бабай. Недостатки. Конструкторские. Достает там мост до. Смотрите. Сейчас по самой жести еду. Ёханы бабай. А ну-ка. Ему еще не хватало засесть. Ха-ха. Вот это номер. Спускать колеса надо. Вот и оффроуд. Сейчас попробуем в сторонку. Эмега у вас тут не может застрять. Ну теоретически может, конечно. Но я надеюсь на него. Вот. Ну спущу колеса. И выйду, конечно. Давайте чуть бодрее. Красиво. Не-не. Все нормально. Мы едем. Начало неплохое. Начало неплохое. Вот это жесть. В которой погиб двигатель бородача. Ёлки-палки. Посмотрите, как тут накопали. Вот тут уже и я могу присесть. Ого. 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 Ого, ребята. Это жестко. Ну сейчас будет оффроуд знатный. Хочется встретить их не в этой яме вообще. Ё-моё. Ну это неприятно. Процедура первая. Сейчас попробую вправо. Видите, только зря себя испачкал. Так. Ну что здесь у нас? Здесь было сложно кразу, я помню. Желтая вода. Ну тут уже дальше проще. Вот эти места, конечно, суровые на накачанных шинах. Просто оно такое глинистое. С элементами болота. И вот. Желтая вода. Не знаю, нырнут ребята туда на Ифе или нет. Должны вообще. Ещё одно хорошее место. Я сейчас спущу колёса, когда до всех доеду. И вы посмотрите разницу в проходимости. Причём я спущу только задние. И вас это удивит реально. Какие-то звуки. Тружина может. Так. Ну вот этот участок, который мы ехали несколько часов, был пройден за несколько минут. Так. Вот тут Михалыч меня на кразе. Он не видел, что я стою сзади. И он меня тут нормально прокатил весело. Люди звонят, говорят, блин, так страшно даже смотреть было, как ты там стоишь. Не дай бог упадёшь на кардан, намотает сразу мясорубку. Ну, там была труба нормально, я держался, так что, в принципе, но уже о фронах мы отметились. Сейчас тут до наших уже недалеко. Но копнули там, конечно, жёстко, я вам скажу. Не знаю, что там нарыл такие ямы. Ну, мы, наверное. Или павло на унемоге. Ну, очень, очень серьёзно. Блин, всё рассеяло, как красиво. Просто сказка. Так, смотрите, тут у нас тортик лежит. Сегодня у Егора день рождения, и мы ему купили тортик. Так, что, поехали. Вот это место, которое тоже многие боятся. Ну, тут просто надо ехать правильно, и всё. Нечего бояться. Ну, для Мегауаза это не сложно здесь. Смотрите, как красиво тут вообще. Посмотрим, что тут с траекториями. Ну, ямы. Ямы накопаны, но и вода не низкая. Так, траектория Краза прямо, но я сейчас, потому что один я объеду, а сейчас вернёмся и попробуем в эту нашу любимую яму заехать. Всё-таки. Мы в неё заедем по Любасу. Тут они уже где-то должны быть близко. Хочется их побыстрее увидеть. Ещё тут одно препятствие. В следующем вроде мы их уже встретим, я думаю. Так, тормоза где-то далеко ушли. Так, по следам Краза, естественно, идём. Тут как раз с Грейт Волом шёл вместе. Тут тоже такое место суровое, накопано за годы. И заболоченное. Проходим без вопросов. но чувствуются накаченные шины очень очень плохой зацеп. Третья одна пониженная. всё, всё, сейчас, я думаю, мы уже близки встречи с бандой. банда банда нас порадует. да, да, было бы смешно, чтобы я там в первом препятствии сидел бы, а не приехали. ржали бы долго, ржали бы долго, Колёса спустил, всё равно бы выехал бы. Разница колоссальная на самом деле между спущенными и не спущенными. просто пятно контакта в разы увеличивается, соответственно, и едет лучше. Так, тут такой ролейный кусочек красивый. Да, дожди были где-то со вчерашнего дождя, я смотрю, есть следы. Блин, я быстрее езжу, чем они. Никого нету ещё. Так, ну, это известное место, я думаю, вы узнали. Вот тут Прада тонула неделю назад. Я даже успел. Может, они к Гольфброду поехали, но сейчас будем ехать навстречу. Да, за Иллина тут так мама не горюй. Тут Лексус мы спасали, я уже 300 раз говорил. Ну, кто-то не видел, повторю, для новых зрителей. Подписывайтесь на канал, у нас тут всегда хорошо. Всегда хорошо и весело. Так, и это не тут. Смотрите, белый дельфин. Вернулся с кордона, починили машину. Всё нормально, люди в шортах уже. Вот так Мегауаз выглядит. Что, идём смотреть там Рубилово, смотрите, ёлки-палки, машина уже поклеена, красивая. Вообще круто всё тут. Что тут за пробка непонятно. Кабина какая шикарная, большая. Это не газ. 53. А что, там влазят люди, да? Привет. Автобус. Как вы тут? Здорово, Крепыш. Высоко. Привет. Так вы, блин, тут как близнецы сямские втроём сидите. А где этот главный? А где главный? Главный где? Там Родоёта указано. А, люк, вон какой. Люк как в гелике, слышишь? Да. Класс. Ну что, не застряли, не дей ещё? Он на Урале краз ждёт. Я понял. Так, тут нормальная движуха.